«Скорбные дочери Иерусалимские», именно такими словами начинается речитатив к этой арии. И это музыка, которая сопровождает, вообще речь здесь идет о страдании, о распятии и смерти Христа. Да, вообще этот образ страдающего и умирающего Христа, он привлекал, ну, трудно назвать композиторов, которые не писали бы об этом. Даже если они были иудейского происхождения, кстати, они все равно обращались к этому сюжету, потому что он центральный для западноевропейской культуры. Страдание праведника, вообще эта тема, она, мне кажется, сейчас волнует всякого человека, потому что, ну, так или иначе, этот вопрос связан со злом, с происхождением зла, с вопросом, почему зло существует, и почему Бог допускает страдания, почему Бог допускает зло, особенно которое меня касается, почему зло приходит в мой дом, почему болезнь, и часто люди говорят, ну, на все воля Божья, говорят, иногда слышно это от верующих людей, и мы, конечно, не можем с этим согласиться, потому что мы помним и знаем, что Бог не творит зла, Бог не творит, Он не творил болезни, Он борется со смертью, Он борется с болезнью, борется с болезнью. И распятие, да, Христа, это свидетельство Божьей любви большой, когда человек, ну, нам свойственно включать некоторые системы защиты, обороняться, защищаться, а вот страдающий праведник, это пример того, когда человек может отключить систему защиты, стать абсолютно уязвимым, абсолютно ранимым, открытым для зла этого мира. И текст из псалма, который тоже вот пророчески связан с Христом, такой, «Пусть же ветры утихнут, и трава поблекнет, цветы увянут, и реки остановятся, и солнце с луною погаснет». Когда совершается вот это страдание и смерть беззащитного человека, но человека, который это делает ради любви. Вот можно было бы не говорить, я думаю, что здесь я где-то, наши слушатели, зрители, они могут сказать, ну, начинается проповедь, да, вот что же, это уже не лекция по искусству. И я соглашусь, пожалуй, что здесь мы выходим за границу академической лекции, но эта ария написана на эти стихи псалма, и, скорее всего, Вивальди об этом размышлял и об этом молился. И его тоже задевало несправедливость и зло, которое происходит в этом мире. И кому как не искусству задавать эти вопросы, кому как не произведениям искусства и авторам этих произведений задавать эти глубокие вопросы. По высказыванию Ольги Александровны Седоковой «Подлинное произведение искусства отвечает на самые глубинные вопросы человека». Пусть с этим глубинным вопросом мы попытаемся обратиться к этой арии о скорби, о печали Вивальди. Антонио Вивальди «Скорбные дочери Иерусалимские». Антонио Вивальди «Скорбные дочери Иерусалимские» 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! 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 Добро пожаловать в наш канал!